Одним из первых на повестку совещания вынесли вопрос об открытии детского сада номер один в горячем ключе. Во время рабочих визитов руководитель региона неоднократно бывал на месте стройки. Из-за проблем с подрядчиком сроки сдачи детсада в эксплуатацию не раз переносились. Закончить строительство планировали еще в начале сентября, напоминает Вениамин Кондратьев, главе муниципалитета. Вы мне сказали, что в первом сентябре там будут дети. Где дети? Мы с самого первого дня только отыграли контракт Сергея Петровича, начали вести диалог о финансировании. Я понимаю всю ответственность, но вот этих сумм, которые Юрий Николаевич сказал, действительно не хватает для того, чтобы облатить те работы, которые не были включены в первоначальный контракт. Мы об этом знали, мы эту работу провели, оборудование все заказано. Вы уже два раза переносили срок сдачи. Хватит позориться, коллеги. Первого ноября – последний срок, чтобы сад был задан в эксплуатацию. Первого ноября. И для вас он может тоже стать последним. Я, во-первых, говорю серьезно, потому что если мы таким способом дальше будем что-либо строить, то лучше не строить. Обсудили на совещании работу платных парковок в Краснодаре. По мнению Вениамина Кондратьева, необходимо проверить, насколько обоснованы договоры этого проекта между муниципалитетом и инвестором. Разумно будет сделать вообще прозрачность всю деятельность по парковкам в Краснодаре. Вот это будет разумным, чтобы люди, жители Краснодара понимали, за что с них взимают плату. Когда машина любого жителя Краснодара и приезжего, в том числе, паркуется на парковке в центре. Это должно быть очень максимально прозрачным. Нам не понятно, а жителям тем более. Максим Иванович, вместе с Анатольевичем создаете комиссию, мне нужны цифры, мне нужна экономика этого проекта. Когда она купается, сколько сегодня зарабатывается, сколько вкладывается городом. Подобные совещания традиционно проводят в последний четверг каждого месяца. На ковер губернатора вызывают всех его заместителей, краевых министров и глав муниципалитетов. Как отметил Вениамин Кондратьев, важно, чтобы такие встречи были не просто экзаменом для чиновников. Результаты должны ощущать сами жители. Мне нужно, чтобы мы вырабатывали реальные механизмы, которые будут способствовать реализации тех обещаний, которые мы с вами вместе даем нашему населению. И не важно, будет маленький это поселок или это будет наш краевой центр. Везде живут люди. Мы сегодня для всех должны максимально выкладываться, чтобы реализовывать то, что они от нас просят. Они просят просто жизнь. Нормальные человеческие условия. Отмечу, что всего за время работы Вениамин Кондратьев отдал почти полторы тысячи поручений. Из них больше половины уже исполнено.